Всем доброе время и суток, уважаемые подписчики и тесты для канала, с вами Мега Кул, мы провожаем проходить метро 1033 редакс. Мне вообще уже не хочу проходить метро 1033 редакс. Такая эти библиотекарь, это вообще, конечно, жир очень такой большой, то есть если они перестут меня видеть, меня просто жир, просто мне жир, сейчас они меня убедят, то есть они меня не будут трогать, если я их не буду трогать, если я смотрю им в глаза еще, то есть этот, ладно, это что-то жопа повернулся, что-то он меня не видит, давайте просто пройдем дальше, я буду сейчас стараться пройти это место как можно быстрее, потому что очень жутко, очень жутко, они вообще очень сильно напрягают, ох, нихрена, вообще очень сильно напрягают в библиотекаре эти, значит, те еще уроды, то есть они на самом деле очень странно как-то реагируют на меня, то есть они то, то хотят меня убить, то не хотят меня убить, ну какого хрена ты опять сюда пришел? Тут есть несколько моментов, в которых случаях мне просто такое вот, вот, короче, я умираю просто, если он на меня, если он меня видит, мне надо просто бежать и не останавливаться. Иногда это реально, иногда нет. Вот сейчас, например, это реально, я сваливаю. Очень-очень стрёмно. Очень стрёмно. Нахрен иди. Так, давайте передохнем. За что? Я не знаю, они еще не умирают, то есть это как бы двойное вообще просто. Я не знаю, как это место пройти на самом деле, это очень сложно, я сейчас как-нибудь это сделаю. То есть сейчас уже не как обычно мы будем это делать, то есть не как обычно там. Я пытаюсь как-то все по красоте, чтобы там все осмотреть, вот похер уже, просто бежать и все. Чтобы так хрень меня не убивала. То есть как просто вот так вот. Вот так вот, бежать, 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 бежать. Как можно быстрее. Здесь просто делаем вид, что мы тут спидраним, короче, и все, и проходим это место. Потому что они реально дикие. Молодец, встал. Так, а дальше что? Так, 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 так. Твою мать. Так, мне что не надо? Ай, да, вот видите, да? Я не знаю, как они так быстро бьют меня, что они... Кто это придумал? Я уже готов убить человека придумываю, что это локацию. Тупая локация, на самом деле. Я просто пробегаю. Тут как бы никого не трогаю вообще ни разу. Он теперь их ждут наверху, я куда-то там бегу, то есть... Непонятно. Эту дверь я не открываю. Сейф. Я, честно, не знаю, что делать. Честно, не знаю. Недивного понятия, что делать, нет. Я не знаю. Здравствуйте. Вверху мне делать нечего. Откройся, пожалуйста. Жесть, конечно. Я не знаю вообще. Я сюда, так понимаю, мне надо что-то найти. Учитывая, что здесь ходит эта жирная жопа, у меня вообще... Нет, Джонни вообще ничего искать. Вот чё, вот где я должен найти сейф, который я не открою, потому что у меня нет ключа. Тут больше некуда идти. Тут реально больше некуда идти. Тут нету ничего. Это не ломается. Я вижу ключ от сейфа. Нахрен едим. Откройся. Ой-ой-ой, чё я за... А чё за лаги? Лаги-лаги-лаги-лаги-лаги-лаги. Возможно, в сейфе чё-то есть. Нету тут ничего. Остаётся вопрос, что делать. Умирать. Я умер, я умер, всё. Я выжил. Окей. Охренеть. Снизу чё-то искать. Нет, желание, понимаете? Вот эта вот хрень отбивает желание вообще любой вот игры. Вот то, что надо прятаться, чё-то... Всё, вот тут я. У меня просто скоро птички закончатся, я не хильцами смогу уже. Аллоу! А, видите, да? Тут ничего мне делать. Я не могу ничего сделать. Чё делать? Я могу в ту штуку пострелять. Я не думаю, что мне это что-то даст. То есть, как бы, делать мне тупо нечего здесь. Жопу эту я не убиваю. Сейф я хорошо, я открою сейф. Дальше чё? Не делать больше здесь нечего. Я внизу пробежал, там ничего нету. Чё пострелять? А-а-а-а! Твою... Чё делать-то, твою мать, ну серьёзно? Так, секунду. Ну, короче, мне, типа, вообще не туда. Я, короче, вон... В эту дверь. В смысле? Да, всё. Ура. Я, короче, вообще в шоке. Я к ней подходил, но она, как бы, там в упор вообще подходить надо, чтобы она открылась. Чтобы появилась эта кнопочка. Я в шоке, на самом деле. Ладно, хорошо. Ну, какая-то тупорыва локация, на самом деле. Не очень как-то, у меня вообще она впечатлила, если честно. Там, если, когда я смотрел, там чувак просто... Он просто решал их. То есть, он брал там, динамитами их закидывал. Какие-то транквилизаторами их усыплял. Короче, я вообще не знаю, просто. Нет, нет транквилизаторов, поэтому я так не делаю. Блин, найди, пожалуйста. Вот оно, да? Или это не то? Ясно. Вон, да, да, вон. Совершенно секретно. Д6. Да, мне это не надо было. Мне это надо будет обратно идти. А, ну... А дверь-то... А, нет, она не открылась. Лол. Я тебя понял, короче. Ладно, хорошо. Мы выбрались из библиотеки, мне вообще она не нравилась. Стол, планы Д6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без помощи? А я еще не выбрался. От этого зависела судьба моей станции. Ой, ладно. Мы еще не выбрались из библиотеки, соответственно, сейчас будут еще эти уроды, да? Или что, или как? Или что за ваги опять начались, твою мать? Весит меня эту же тему. С вагами. А, вон они. А, нет. То есть, короче, сейчас просто он сам может выберется уже оттуда. И все эти библиотеки там не будет. О-о-о-о-о. КОНЕСТО! Что-то хорошее. Куда едем, Кеннацвалец? Отброшу за 50 патронов. Да у... Красавчик. Артем, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Нашел Д6 этот ваш. Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Крутой хан вообще. Молодец. Может, музон врубим? Анцуем сегодня мы с тобой танцуем. Конечно. Прокатимся с музыкой. Я не могу его крутить. А, не могу. Ну, видите, да, тюрель там наверняка не зря. Не просто так он там хотел. А, лучше, что нет. Первый и единственный форхоз человеческого в этих местах. Внешняя база спарта. Не глядись, пока. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше. Ну, после войны... Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Урала. Но... Бункером, под первую очередь, противника церковь. Новая заметка. Заметка 2. Почему церковь? Только из-за прочной старой каменной кладки? Или бойцы мельника думают, что эти стены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое? Странно, что даже тем, кто вредно твердо стоит на этой земле, кто каждый день смотрит смертью в глаза, я должен был уже успеть привыкнуть к ней. Должен цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом вслух, но у многих я видел нательные крестики. От кого-то я слышал, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку, и преисподняя оказалась на поверхности земли, а людям пришлось прятаться в бывшем аду. Поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем старые церкви. Не знаю, но эти иконы и фрески, которыми я расписан на эту церковь, даже мне внушают какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность, как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который не мы сотворили, еще можно искупить свои грехи, еще можно получить прощение. По гражданским целям старались не стрелять, но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир, и пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся, а вот остальные выходили на связь, в том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары по ним. Ну, никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну, ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась, но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обреченный так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомнить дрожь пробирали. Так, ну что? Куда идем-то? Привет, Артем! Здорово. Что делаешь? О! Ну, привет. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчаешь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? К сожалению, да. Ну как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Да. Володя. Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда поконим. Ничего, идем. Ничего, идем. Володя. это подвал из старого храма тёмный тоннель грохот колёс запах смерти так начался наш путь в д6 мы приближались к цели с каждой секундой если верить карте в д6 ведут несколько путей и ближайшие через киевскую попробуем пробраться этой дорогой киевская я про эту станцию нехорошая вещь слышал за киевской раньше была еще станция парк победы была война и киевляне завалили туннель к парку ходят слухи что люди с парка не погибли но и людьми черные опять что то вроде тумана разумеется кто такое поверит в этих туннелях всю свою семью потерял и не помню как это случилось все группу церкви по любому опять черные с там черный стоял а артём 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 очнись артём очнись слава богу он приходит в себя убери свет ты его слепишь артём все в порядке ты можешь стать на ноги что это было мы приближаемся вот и гермозатворы отлично тормозил черт у меня от этого места мурашки пульт управления разнесён щетки все провода перерезаны володя доставай инструмент будем открывать гермозатвор артём стой здесь и прикрывай нас тут всякое может случиться это огнемет это огнемет поглядывайте затылом ребята так молодцы найди схему первого клоп-клоп ульман глянь сюда сначала мы должны соединить провода а потом по моему сигналу врубить врубить понял здесь что то есть что то к нам приближается забей упыри огонь а а давай давай до вагоне конечно те ищу что то что тут а а то есть можно ходить еще что ли да твою мать я же не знал чё ж никто никогда не вот ааааа ладно глянь сюда сначала мы должны соединить провода а потом по моему сигналу что это такое здесь что то есть здесь что то есть чуть и лагуни блин непонятно раздражает немножко все таки забей пупыри огонь я а я до до Играет музыка. Играет музыка. Скорее! Аномалия совсем рядом! Вот дрянь! Давай, давай! Или мы все трупы! Получилось! Готово! Ворота открываются! Давай, давай! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться от сюда! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Да пошел нахрен! Все! Получилось! Твою мать! Жесть! Ну что ж, я пока что предлагаю о том закончить! Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь! И увидимся в следующей серии! Всем удачи! И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин